Творение Святого Отца нашего Яна Затауста, архистископа Константинопольского, том 2-й в двух книгах, книга 2-я. Беседы о святом апостоле Павле. 515. Беседа 1-я о святом апостоле Павле. Не погрешил бы тот, кто назвал бы душу Павла лугом добродетелей и раем духовным. Так обильно просветал он благодатью, и столь достойной благодатью явил любомудрее души. Так как он сделал за избранным сосудом и хорошо очистил себя, то на него обильно излился дар духа. Отсюда источил он нам и дивные реки. Не четыре только, подобно райскому источнику, но гораздо многочисленнейшие, которые текут ежедневно. И не землю орошает, а возбуждает души человеческие к принесению подоб добродетели. Какое же слово будет достаточно для изображения совершенств его, или какой язык будет в состоянии достойно изобразить похвалу ему? Когда в одной душе совмещаются все добродетели человеческие, при том все с преизбытком, не только человеческие, но и ангельские, то как мы найдем похвалы, равные ее величию? Однако из-за этого мы не будем молчать, но по этому самому, и больше всего по этому именно, и будем говорить. В том и состоит величайший род похвалы, когда величие совершенств своим превосходством превышает искусство слова. И поражение тогда бывает для нас славнее тысячи трофеев. Итак, откуда всего удобнее было бы начать похвалы? Откуда же больше, как ни с того, чтобы прежде всего показать, что он имел добродетели всех святых? В самом деле, что не оказали доблестного пророки, патриархи, праведники, апостолы, мученики, все это в совокупности имел он в такой высокой степени, в такой, никто из них не обладал в отдельности, тем добром, который имел из них каждый. Посмотри, Авель принес жертву, и зато прославляется. Но если представить жертву Павлова, то окажется, что она столько превосходит ту, сколько неба, землю. На какую бы указать вам? Потому что жертва его не одна. Он каждый день приносил жертву себя самого. Это приношение опять совершал вдвойне. И умирая каждый день, и нося мертвенность в теле своем. Он непрестанно боролся с опасностями, и заколал себя волею своей, и так умерщвлял естество плоское, что нисколько не меньше находился в состоянии заколаемых жертву, но еще гораздо больше. Неволов и овец приносил он, но себя самого вдвойне заколал каждый день. Поэтому он и осмелился сказать, я соделываюсь жертвою, называя жертвой кровь свою. 2 Тимофея 4.6 Впрочем, он не довольствовался этими жертвами, но совершенно посвятив себя, принес Богу и вселенную, и сушу, и море, и Эрладу, и варварскую страну, и всю вообще землю, какую-то и освещает солнце. Ее он, как бы какая птица, облетал всю. Не просто обходя, но истребляя тернии грехов, посевая учения благочестия, изгоняя заблуждения, распространяя истину, делая из людей ангелов, или лучше, делая людей из бесов ангелами. Посему, готовясь отойти после многих трудов, непрестанных побед своих, он в утешении ученикам говорил, «Если я и соделываюсь жертвую, за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Так же и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Что же может сравниться с этой жертвой, которую он заклал мечом духовным, который принес на жертвенники, находящимся превыше небес? «Авель был коварно убит Каином, и потому прославился. Но я исчислил тебе множество смертей, столько, сколько дней провел в деле проповеди этот блаженный апостол. Если ты же хочешь знать и о той смерти, которая постигла его на самом деле, то Авель пал от руки брата, которому он не сделал ни обиды, ни благодеяния. А Павел был умершлен теми, которых он старался избавить от бесчисленных зол и для которых переносил все свои страдания. Но и был праведен и совершен вроде своем. И был таков один только между всеми. Но и Павел был таков один лишь между всеми. Тот спас только себя самого с детьми, а этот, когда гораздо сильнейший потоп объял вселенную, и сторг из среды волн непосредством ковчега, сколоченного из досок. Но вместо досок составил послание не двух, трех или пятерых родственников на всю вселенную, которая готова была погрузиться в них. Да и не такого был этот ковчег, чтобы пребывать на одном месте, но достигал до пределов вселенной. И с тех пор до ныне Павел вводит всех в этот ковчег, потому что он устроен соразмерно с множеством спасаемых. И принимая таких, которые бессмысленнее бессловесных животных, делает их подобными высшим силам. И таким образом превосходит тот ковчег. Тот, приняв ворона, выпускал опять ворона. И, приняв волка, не изменял его зверство. А этот не так, но, приняв волков, делал их овцами. Приняв ястребов и коршунов, отпускал их голубями. Устраняя от природы человеческой всякую бессловесность и зверство, внедрял кротость духа. И до ныне остается плавающим этот ковчег и не разрушается. Буря нечестья не смогла разбить досок его. А напротив, он, плавая среди бури, укротил свирепость ее. И весьма естественно, потому что не за маской и смолой намащены эти доски, но духом святым. Аврааму все удивляются, потому что он услышал. Выйди из земли твоей и от родства твоего. Оставил отечество и дом, и друзей, и родственников. Повеление Божие было для него всем. Этому удивляемся и мы. Но что может сравниться с Павлом? Он оставил для Иисуса не отечество, дом и родственников, но самый мир, вернее, призрел самое небо и небо небес. И искал только одного – любви Иисуса. Послушай, как он сам выражает это, когда говорит «Ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина не может отлучить нас от любви Божией». Тот, подвергая себя самого опасностям, избавил племянника своего от иноплеменников. А этот не племянник, а не три или пять городов, но всю вселенную исхитил из рук не иноплеменников, но самих бесов, подвергаясь каждый день бесчисленным опасностям и собственными смертями доставляя великую безопасность другим. Там верх добродетелей и крайняя степень любомудрия составляет принесение сына в жертву. Но и здесь у Павла мы найдем преимущество, потому что не сына, а себя самого он тысячекратно приносил в жертву, как и сказал выше. Чему можно удивлять Иисусаки? Кроме многого другого, особенно его незлобию, потому что он, копая колодцы, и, быв изгоняемый с своих пределов, не противился, но терпел, видя засыпаемые колодцы, и постоянно переходил на другое место, не вооружаясь никогда на обижавших его, но выступая и везде отказываясь от собственного имения. Да коли не насытил неправедной жадности их, но Павел, видя не колодцы, засыпаемые камнями, но собственное свое тело не уступал только как тот, а тех самых, которые бросали на него камни, старался возвести на небо. Чем больше засыпали этот источник, тем больше он прорывался и обильнейше изливал постоянно реки. Писание удивляется терпению сына Исаакова. Но какая адамантовая душа может оказать терпение Павлова? Он трудился не дважды семь лет, но всю жизнь за невесту Христову перенося, не зной только дневной и холод ночной, но терпя бесчисленные тучи искушений, то принимая бичевание, то подвергаясь побиванию тела камнями, то сражаясь с зверями, то борясь с морем, непрестанно день и ночь претерпевая голод и холод, подпадая всюду опасностям и исторгая овец из пасти дьявола. Иосиф был целомудрен. Но я боюсь, не будет ли смешного схвалять за это Павла, который распял себя для мира, и не только на красоту телесную, но и на все вещи смотрел так, как мы смотрим на прах и пепел, и был нечувствителен к ним, как мертвый к мертвому. Так он, тщательно укращая естественные пожелания, никогда не питал никакого пристрастия ни к чему человеческому. Все люди удивляются Иову, и весьма справедливо. Он был действительно великий подвижник и может равняться с самим Павлом по терпению, по чистоте жизни, по исповеданию Бога, по крепкой борьбе, по дивной победе, последовавшей за борьбою. Но Павел не несколько месяцев провел в таких подвигах, а много лет. Не глыбы земли обливая гноем, сидя на гноище, а непрестанно впадая в самую пасть невидимого льва. И борясь с бесчисленными искушениями, был тверже всякого камня. И не от трех или четырех друзей, но от неверующих лже-братьей терпел оскорбление, оплевание и злословие. Велико было гостеприимство Иова и попеченье о нуждающихся, и мы не будем опровергать этого. Но находим, что оно столько ниже попеченья Павлова, сколько тело ниже души. Что тот делал для страждущих телом, то это делал для немощных душою, исправляя всех хромлющих и слепотствующих умом, и обликая нагих и непристойных одеждой любомудрие. Да и в отношении к телесным нуждам он столько превосходил его, сколько важнее помогать нуждающимся, когда сам терпишь бедность и голод, нежели делать это от избытка. У того дом отворен был для всякого приходящего, а у этого душа была открыта для всей вселенной, и принимала в себя все народы. Поэтому он и говорил, вам не тесно в сердцах наших. Расширьтесь в равной возмездии, говорю вам. Тот был щедр для нуждающихся, имея у себя бесчисленное множество овец и волов, а этот не имея у себя ничего, кроме тела. Самым этим телом трудился для нуждающихся. Нужда моим, говорит он, находящимся со мною послужили руки мои сии. То есть телесными работами доставлял он содержание алчущим и жаждущим. Серви и раны причиняли его жестокие и нестерпимые мучения. Признаю это и я. Но если противопостаешь этому бичеванию, какие терпел Павел столько лет, непрестанный голод его, наготу, узы, темницу, опасности, козни против него от своих, от чужих, от властителей, от всей вселенной и вместе с этим еще более тяжелой, именно скорби о падающих, забота о всех царствах, пламенное беспокойство, какое испытывал он о каждом из соблазняющихся, то увидишь, как душа, переносившая это, была тверже к камню и превосходила крепостью железа и адамант. Таким образом, что тот переносил телом, то этот душой и сильнее всякого червя, снедала душу его скорбь о каждом из соблазняющихся. Поэтому он непрестанно проливал источники слез, не только днем, но и ночью. И о каждом из них мучился тяжелее всякой жены рождающей, потому и говорил, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Кому можно удивлять апостолиева? Конечно, Моисею. Но Павел и его превзошел во многом. Много в нем великого. Главное же и высшее достоинство этой святой души состоит в том, что он для спасения иудеев соглашался сам быть изглажденным из книги Божией. Но он решался погибнуть вместе с другими. А Павел решался не вместе с другими погибнуть, но так, чтобы другие спаслись. А он сам лишился вечной славы. Тот боролся с фараоном, а этот с дьяволом ежедневно. Тот подвязался за один народ, а этот за всю вселенную, обливаясь не потом, но кровью вместо пота и исправляя не только населенные земли, но и пустынные, не только Элладу, но и варварские страну. Затем надлежало бы представить Иисуса Новина и Самуила и прочих пророков, но чтобы слишком не распространить беседы, перейдем к главнейшим из них, потому что когда он окажется выше этих, то и о прочих не останется никакого сомнения. Итак, кто главнейший? Кто же после вышеупомянутых, если не Давид и Илья и Иоанн, из которых один в претече первого, а в другой в претече второго пришествия Господне, и потому называется один именем другого? Что отличного в Давиде? Смиренно-мудрее и любовь к Богу. Но кто больше или по крайней мере, кто не меньше Павла и души имел то и другое? Что удивительного в Илья? То ли, что он заключил небо, навел голод и низвел огонь? Нет, я думаю, а то, что он ревновал о Господе и был в этом сильнее огня. Но если посмотришь на ревность Павла, то увидишь, что он столько превосходит Илью, сколько тот превосходит прочих пророков. Что в самом деле может сравниться с теми словами, которые он говорил, ревнуя о славе Господне? Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Поэтому, тогда как ему предстояли небеса, венцы и награды, он не спешил, медлил и говорит, но оставаться во плоти нужнее для вас. Почему ни одной из видимых тварей, ни из невидимых он не считал достаточной для выражения его любви и ревности, но искал другое, несуществующее, чтобы выразить то, чего хотел и желал. Иоанн ел акрида и дикий мед, но Павел среди вселенной жил, как тот в пустыне, не акридами питаясь и диким медом, но имеет трапезу гораздо беднее и даже нуждаясь в необходимой пище по ревности к проповеди. Тот показал великую смелость в обличении Ирода, но этот заграждал уста не одному, двум или трём, а бесчисленному множеству подобных ему, или лучше сказать, гораздо более свирепых, чем тот тиран. Остаётся, наконец, сравнить Павла с ангелами, поэтому, оставив землю, вознесёмся на своды небесные. Никто пусть не считает речи нашей дерзкою. Если Писание называет ангелом Иоанна и священников, то что удивительного, когда мы сравним с этими силами того, кто превосходнее всех, что же в них есть великого? То, что они во всей точности повинуются Богу, о чём и Давыд с удивлением говорил, сильную крепостью, творящую слово Его. Подлинно нет ничего равного этому, хотя бы они были тысячекратно бестелесными, так как то особенно и делает их блаженными, что они повинуются повелением Божиим и ни в чём не ослушиваются. Но и в Павле можно видеть, как он соблюдал это в точности. Он не только исполнял Слово Божие, но и все повеления и даже сверхповеления, как он сам выразил это, сказав, «Какая мне награда за то, что проповедую Евангелие, благовествуя Христе безмезно!» Что ещё с удивлением говорит пророк об ангелах? «Творит ангелами своими духов и слугами своими пламень огненный». Но это можно видеть в Павле, потому что он, как дух, и огонь обтекал всю вселенную и очищал землю. Но он ещё не достиг неба. Это и удивительно, что он был таков на земле и, быв облечён смертным телом, равнялся с бестелесными силами. Какого же осуждения достойны мы, если тогда, как один человек совмещает в себе все добродетели, мы не стараемся подражать ему даже в малейшей части. Итак, помышляя об этом, постараемся избавить себя от осуждения и подражать его ревности, чтобы удостоиться получить такие же блага благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присны, и во веки веков. Аминь.